МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Земля. Школьники из Чувашии нашли новый остров на арктической карте. Деревьев много не бывает. В республике продолжается осенний экологический месячник. Зеленая карточка уходит, СНИЛС остается. В Чувашии начали выдавать электронные и бумажные страховые номера. Сегодня в правительстве России рассматривали индивидуальные программы социально-экономического развития регионов. В расширенном заседании принял участие и глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. На официальном сайте правительства уже опубликована подробная стенограмма. Кураторство над регионами Дмитрий Медведев назвал единой точкой выхода на федеральный уровень. Так налаживаются прямые контакты руководителей ведомств и властей субъектов. Ключевая задача – рост экономики. Если хотите, это, в хорошем смысле слова, лоббист в интересах региона. Сейчас задача – подвести черту под анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами. Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах. Наконец, просто перейти к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, работы малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья и улучшения экологии, решения социальных проблем. На этой неделе глава региона встретился с министром промышленности и торговли страны, а сразу после обозначил задачи перед членами Кабмина Чувашии. В индивидуальной программе ускоренного роста обозначены конкретные цели. В ближайшие годы в республике необходимо создать целую сеть частных индустриальных парков, инжиниринговый центр по изготовлению спецоснастки для нужд оборонного комплекса, а также зону социально-экономического развития в городе Спутники. С Денисом Валентиновичем проанализировали и включение в проекты ряда мероприятий. Есть понимание по целому ряду вопросов и направлению поступательной совместной работы на благо жителей Чувашии. Реализация комплексного плана учтена и в проекте бюджета. Накануне главный финансовый документ одобрил глава региона. Все приоритеты расставлены по нашим стратегическим принятым документам. Это стратегии развития Чувашской республики до 2035 года. Это первый документ. Второй документ – это наши государственные программы. Их у нас 22. Подходы регионов в правительстве страны одобрены. Для реализации каждой индивидуальной программы подготовят распоряжение. В предстоящие пять лет в республике должны вырасти темпы инвестиций и уровень доходов населения. Дмитрий Ковалев, Республика. Жизнь и здоровье государственных гражданских служащих Чувашии застрахуют за счет бюджета. Такое решение приняли сегодня депутаты Государственного совета республики. Премии длились почти полтора часа. О том, из-за чего возникли разногласия в репортаже Ольги Пырычкиной. На случай травм, инвалидности или смерти в Чувашии застрахуют более 1370 государственных и гражданских служащих. Размер премии, которую получат страховые компании, за каждого человека определит договор. Однако он не может превышать 15% месячного оклада застрахованного. Распространяться такая страховка будет не на всех чиновников. Реестр должностей, утвержденный указом главы Чувашской республики, указом президента Чувашской республики, не включает в себя должность главы Чувашской республики и другие государственные должности. Включая должности, я просто перечислю, председателей кабинета министров, министров, заместителей представителей кабинета министров, заместителей представителей государственного совета, заместителей представителей и так далее, и так далее, и так далее. Саму идею дополнительно защитить ту или иную категорию граждан депутаты одобряют. Расходятся их взгляды в том, с кого стоит начать вводить обязательную страховку. Так КПРФ предложили сначала застраховать медиков. Мы считаем, что необходимо в первую очередь защищать тех работников, работников скорой медицинской помощи, которые ежедневно сталкиваются с такими асоциальными слоями населения. На них часто нападают. Только за 9 месяцев 2019 года 17 нападений. С этим надо что-то делать. К этому предложению депутаты вернутся на следующих заседаниях комитетов. И возможно парламентария расширит список страхуемых. Среди тех, кому, что называется, положено молоко за вредность, к примеру, учителя. Мы призвали включить в практику Государственного совета Чувашской республики разработку проектов законов совместно всеми фракциями. Потому что когда предлагает одна определенная сила, она учитывает тоже довольно узкую группу. То есть сегодня ограничились только врачами. Но на самом деле эта группа может быть намного шире. Этот закон вообще всех нас сблизил в одном понимании, что работодатель, а в данном случае руководители аппарата, подумали о человеке. Нужно сделать первый шаг, а дальше начинать уже о культуре страхования всех нас думать. Каждый на своем уровне. Первый шаг таки сделали. Закон о страховании госслужащих принят большинством голосов. И еще из повестки дня. Депутаты внесли изменения в закон о защите прав участников долевого строительства. В республике создадут единый реестр проблемных объектов и фонд из средств, которого эти объекты будут достраивать. Пока с федерального центра республики выделили один миллиард на завершение строительства. Я считаю, что может быть одного миллиарда не хватит, надо два миллиарда. Мы, конечно, поддержим это начинание, но будем инициировать, чтобы оно как-то с большим финансированием продолжалось. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. СНИЛС стал электронным. В Чувашии зеленые пластиковые карточки уже уходят в прошлое. Процесс перехода будет поэтапным. Этот бумажный документ в формате А5, как страховка. Там указаны те же данные. Номер, фамилия, имя отчества, дата и место рождения. Будет стоять подпись сотрудника, который распечатал документ. Сам электронный вариант хранится на сервисах. Новый документ, он имеет две формы. То есть привычную на бумаге и электронную форму. Процедура занимает несколько минут. Оформление заявления и печать и выдача уведомления. При этом нет привязки к месту жительства. Сейчас страховой номер можно скачать на госуслугах и сохранить его на своем компьютере или смартфоне. Он всегда будет под рукой. Получить уведомление можно, обратившись лично в любой орган ПФР, в МФЦ, либо через работодателя. Лица, которые зарегистрированы на портале госуслуг, могут уведомления получить, уже не обращаясь ни в МФЦ, ни в ПФР, а из дома, с работы, через личный кабинет на сайте ПФР. Сегодня в регионе зарегистрировано миллион триста тысяч страховых номеров. Нововведения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. Однако СНИЛ старого образца пока остается в силе. Кстати, с 2021 года в электронный вид должны перевести и паспорта. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика. 10 октября. Всемирный день психического здоровья. Он призван напомнить человечеству о том, как важно сохранять душевное равновесие, особенно в наше неспокойное время. И куда обращаться, если моральных сил практически не осталось. Психиатрическая служба Республики включает диспансер со стационаром на 1185 коек и филиалами в пяти городах. В 21 районе Чувашии есть кабинеты врачей-психиатров. Это позволяет проводить своевременную диагностику различных отклонений, оказывать квалифицированную помощь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В Республиканском диспансере есть специальное отделение для пациентов, страдающих неврозами. В схеме лечения в основном поддерживающие процедуры – электросон, кислородные коктейли, тренировки по релаксации. Большое внимание врачи уделяют профилактике психических заболеваний. Учат справляться со стрессами, противостоять эмоциональному выгоранию, получать радость от каждого дня. Ну и, конечно, необходимо помнить, если диагноз все-таки поставлен, своевременное лечение и реабилитация помогут сохранить качество жизни. Сегодня днем в северо-западном районе столицы встали троллейбусы. Вчера подобная ситуация случилась утром на Марпасадском шоссе. Причины ЧП разные, сообщили в Чебоксарском троллейбусном управлении. 9 октября возле остановки Аникеева габаритный автомобиль задел контактную сеть. Ее восстановили к обеду того же дня. А сегодня троллейбусы встали из-за повреждения кабельной линии резервной подстанции. На нее Чебоксарское троллейбусное управление подключилось на трое суток, потому что ремонтировали основную рабочую часть тяговой подстанции. После выяснения причин на аварии было принято решение о передаче питания контактных сетей троллейбусов через соседние тяговые подстанции. Троллейбусы в это время не стояли, двигались по измененным схемам. В 11 часов 36 минут бригадами электромонтеров контактных сетей были зашунтированы участки контактных сетей. Движение троллейбусов восстановлено в аварийном режиме. В настоящее время на рабочий ввод 6 кВт тяговой подстанции номер 4 подно напряжение. Питание участка производится от тяговой подстанции нормальным режимом. В республике продолжается экологический месячник. В столице региона сегодня чистый четверг. На улице Пирогова вдоль проезжей части разбили липовую аллею. Подробности в следующем материале. Пасмурная погода, высокая влажность. Именно такие условия больше всего подходят для роста молодых деревьев. Чтобы саженцы пережили зиму, крону привязывают к специальному пластиковому каркасу, который сможет выдержать даже порывы шквалистого ветра. Все по науке и проектным расчетам. Каждую улицу в городе благоустраивают по градостроительному плану. Посадка деревьев производится в месте, где нет коммуникаций. То есть нет кабелей, охранных зон. Там, где корневая система деревьев будет свободная для роста дальнейшего растений. Приживутся деревья или нет, покажет зима. В организации, которая отвечает за проводимые работы, дают гарантию на каждый саженец. Три года. Есть же разный ущерб. Может сломать кто-то, может выкопать, украсть. Если этого нет, то конечно. Знаем, как посадить. Но все зависит от природы. Мы же понимаем, что если, допустим, сейчас ударит мороз 40 или сколько-то градусов, оно может и не прижиться. Это же естественные природные условия еще влияют. Деревья подобраны для городских условий. То есть эти деревья должны нормально выживать. У нас липа, мы сейчас сажаем лип. Она у нас везде растет, как вы сами видите. И прекрасно, как говорится, взаимодействует с остальными реагентами. Всего на улице Пирогова посадили 20 лип. Все места, где необходимо провести благоустройство в администрации Чебоксар, выбирают по заявлениям жителей. В городе уже приживаются и экзотические для наших мест породы. На территорию города на сегодняшний день высажены такие породы, как туи западная, клен, генала, липа мелколистная, курильский чай, снежноягодник, спирея коленолистная и спирея рябинолистная. Также жасмин обыкновенный. Всего же осенью в столице региона планируют посадить 300 деревьев и полторы тысячи кустарников. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. Новый остров в Арктике открыли школьники из Шоршелл в рамках Всемирной космической недели. Сделали они это благодаря геопроекту, разработанному аэрокосмической компанией «Рисксад». Важное географическое открытие – отправная точка для будущих исследований. Были времена, когда школьнику не хотеть стать космонавтом было так же странно, как, например, не хотеть мороженого. Сегодня приоритеты, безусловно, изменились. Но желание выработать сильный характер, как у космонавтов, по-прежнему ценится высоко. Девятиклассник Павел Михайлов серьезно изучает физику, географию, занимается спортом. С малых лет его интересовали тайны космоса. Сейчас мне поступило предложение от Алексея Кучейко еще один год работать дистанционным зондированием Земли. Исследование мира по спутниковым снимкам разных архипелагов, островов, морей. Занятия в космической школе только укрепили его в желании связать свою будущую профессию с космосом. На космической неделе Павел вместе со своим другом Никитой Ильиным под руководством опытных коллег из Московского авиационного института успешно защитили свое открытие в Арктике. Мы работали по этим снимкам, анализировали их, изучали остров, его масштабы, его площадь, и как бы делали из этого всего презентацию. Подготовка у ребят серьезная. В школе они активно занимаются в отряде юных космонавтов «Восток». Наш отряд уже работает с 2004 года. И за столько лет работы у нас появилось очень много победителей и призеров. То, что Андриан Григорьевич наш земляк, летчик-космонавт, он как бы пример для наших детей. С ребятами работает опытный педагог Николай Семенов. Сплав теории и практики дает результат. Мы строим летающие самолеты, метательные. Для младшей группы у нас метательные в основном. Но потом средняя группа – резиномоторные самолетики. Вот они выложили, мы сейчас туда подняли. Здесь несколько моделей есть резиномоторные. Вот воздушные змеи, которые тоже мы занимаемся. Как тоже соревнования бывают в республике. Выезжаем каждый год. Со всеми этими моделями команда занимала, чемпионами республики становились. Научный руководитель проекта Алексей Кучейко вышел на связь с ребятами. Ребята исследовали остров Шмидта и обнаружили очень интересную особенность. Мыс земляной, который ранее считался мысом, оказывается, на самом деле уже не мыс, а остров. Образовался пролив между частью мыса и ледником. Это фактически открытие, теоретическое открытие. Мы будем сообщать письмом русско-теоретическое общество. Новый остров пока без имени. Ребята предлагают его назвать именем своего героя-летчика-космонавта Андриана Николаева. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. В Литературном музее имени Константина Иванова прошел творческий вечер, посвященный столетию со дня рождения народного писателя Василия Алиндея. Заново перелистать страницы жизни чувашского мастера прозы собрались ценители его творчества, школьники и родные. Меня не родили добротным черным костюмом. Кто-то была радость, ведь старый совсем износился. Василий Алиндей родился в деревне Кудеснеры Урмарского района. Незаурятный самобытный писатель, его перу принадлежит сборник стихов «Наш дом», а романы «Пчелка золотая» и «До земли склоняются травы», принесшие автору известность 60 лет назад, до сих пор остаются популярными. Василий Алиндей умело проникал в душевные переживания, сокровенные думы людей, в глубины их характеров. «Ни дня без строчки» – вот такой был его девиз. Не зря он написал всего более 30 книг за свою жизнь. А чем он писал? Он писал о том, что очень хорошо знал. Он очень хорошо знал жизнь в деревне, он сам родился и вырос в деревне. Знал, писал про своих односельчанах, о их проблемах в деревне, села. Очень много выезжал в районы. И еще он писал о войне, потому что сам был участником войны. Прошел войну, был ранен. И в 43-м году, потеряв ногу, он вернулся домой. Юная фокусница из Новочебоксарска покорила первый канал. Вика Орлова стала лучше всех в искусстве магии. Где и как учат на волшебников, секреты раскроем в следующем сюжете. Трюк с резинками я научилась делать за неделю. Но потом я тачивала свое мастерство где-то еще недели-две. С веревкой я сделала фокус за три недели. Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится. Попасть на съемки программы Первого канала Вика мечтала давно. Год назад заинтересовалась фокусами. Месяцы тренировок и ее мастерство удивило всех. Максим, вы что-то... В руки застрял. Боже мой! Прокращайтесь! Спасибо! Кастинг в программу проходил еще летом. И в октябре состоялись съемки. Два дня ушло на репетиции. Специально для девочки сшили смокинг и заказали туфли. Вообще у меня много фокусов, потому что... Ну, я не считала. И я хочу уже развиваться больше в микромагии. Это такие мелкие фокусы, которые лучше показывать с близкого стояния зрителям. Фокусы, они развивают мелкую моторику. Легче становится как-то писать, что-то делать руками. Вика живет в Новочебоксарске. В школу фокусов ездит в Чебоксары. А еще она учит китайский, занимается конным спортом и ходит в художественную школу. Ну и суть не то, чтобы отвлечь внимание у публики, а направить ее в нужную сторону. Видишь, какая-то птичка. Хотя ее там нет, но ты посмотрела. Так же и здесь. Мы смотрим на руку, акцентируем внимание сюда. Но монета находится в этой руке. Учитель Вики Альберт Пластенин, известный в Чувашии иллюзионист. Главный секрет в деле волшебства, говорит он, трудолюбие и терпение, которое часами, днями и неделями оттачивают на практике. Ирина Волкова, Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова